всем привет из германии я рада приветствовать вас на своей кухне и сегодня я делаю белковый заварной крем я уже делала его на канале и не раз и очень много вопросов по этому крему и сегодня решила сделать отдельное видео и все вам показать наглядно даже вот близко вот здесь вот чтобы все видели и думаю что у всех этот крем тоже получится что нужно для этого крема сегодня я буду делать я делала этот крем на 4 белка и на 5 сегодня вот у меня 6 я пекла торт у меня осталось поэтому я 6 белков буду использовать и на этих шесть белков значит для сиропа я всегда беру для сиропа можно количество воды можно уменьшать прибавлять я всегда беру вот два стакана сахара и сегодня вот даже насыпала это пятьсот пятьдесят грамм 500 грамм а пятьсот пятьдесят миллилитров если вы здесь вот смотреть по этому мерному стакан 500 грамм сахара в общем пол стакана воды чуть-чуть соли лимонная кислота и белки все терпение и все у вас получится выливаем вот пол стакана воды это мерный стакан здесь если вот видно 125 миллилитров видно не видно 125 миллилитров в общем воды сюда высыпаем пол килограмма сахара сахарного песка и вот это вот чтобы весь сахар у вас намочился из этой воды и сахара варим сироп как этот сироп закипит нужно его кипятить пять-шесть минут но это не значит что вы через пять-шесть минут должны его сразу же снять с огня это так как приблизительно я говорю пять-шесть минут но нужно постоянно вот так вот поднимать и проверять если вы капните на блюдечко но он не должен растекаться он должен оставаться в общем комочков так может быть уйдет больше времени времени на сироп может быть меньше зависит от того какая у вас плита какой огонь и даже от кастрюли зависит если широкая кастрюлька испарение там происходит быстрее если маленькая узенькая значит испарение происходит меньше от этого всего-всего зависит ваш крем так дальше посуда должна быть совершенно чистая и белки вот у меня 6 белков это все равно какие вы возьмете белки из холодильника не из холодильника это все равно они все равно взобьются и сейчас вот здесь вот у меня будет вариться сироп белки сюда в белки я добавляю соль и начинаем сейчас начну взбивать когда появится там пена когда я буду взбивать будет слишком громко когда появится пена я добавлю два пакетика ванильного сахара и одну чайную ложечку мерную лимонной кислоты все больше ничего добавлять не буду и здесь как закипит убавлю огонь и буду помешивать чтобы ничего не не пригорел и чтобы этот сахар в карамель не превращался потому что вот густос слишком получать ну и все здесь сбиваю здесь варю как закипит засеку время приблизительно 5-6 минут но и я говорю что нужно проверять на пробу вот так вот тянуть если тянется ниточка в общем или капнуть на блюдечко и что должно получиться все взбиваем и варим вот это отключать взбивать нельзя нужно продолжать взбивать вот белок должен быть взбит вот до пиков не выливаться не высыпаться ничего вот это нельзя прекращать взбивать его нужно взбивать и взбивать вот 6 минут прокипел сироп смотрите он уже с ложки вот капает как еще проверить вот берете на палец начинаете соединять если ниточка вот такая вот тянется за пальцами значит сироп готов все еще капните в воду холодную если шарик там получится значит тоже сироп готов взбиваем и вливаем сироп тоненькой струйки когда влили весь весь сироп естественно здесь все горячо нужно отключить пройтись по стенкам все вот так вот снизу вверх перемешать чтобы сироп там внизу у вас не оседал то иногда бывает сверху взбито а когда до низа доходишь а там прям вот жидкий сироп остался все перемешиваем возвращаем и взбиваем еще минут пять десять вообще по рецепту зависит от вашего миксера естественно вообще по рецепту нужно взбивать до охлаждения я это никогда не делаю но минут пять-семь взбиваю крем готов вот такой он получается белоснежный плотный можно спокойно украшать им торт крутить из него розы и все что вы пожелаете ну и все я желаю всем удачи и всем пока до скорых встреч на моей кухне